Одесская станция скорой медицинской помощи стала первой в Российской империи и второй в Европе. За сотню лет существования конные упряжки сменились реанимобилями, а простые медицинские инструменты – современной техникой. Правда, кое-что здесь осталось прежним – диспетчерская. Сюда поступают все звонки, которые потом перенаправляются либо на подстанцию, либо сразу в бригаде скорой. При поступлении, опять-таки, если это экстренный, ищем моментально, где находится расположенная бригада, и направляемся сразу непосредственно на бригаду. Если она свободная, нет, тогда те, которые в режиме ожидания на подстанции, они выезжают. Практически все сотрудники диспетчерской – женщины. Они работают круглосуточно. С 1903 года работа здесь продолжалась и во время голода, и во время войн. Эти плечи, вы видите, что ни одного мужчинки крепкого, а это женщины, круглосуточном режиме работают, выдерживают все. И ту сторону, и свою администрацию. Работа сложная, круглосуточная, но женские плечи все выдержат. Я еще раз повторяю, что это круглосуточно работает в режиме. Столько, сколько существует станция. Ни война, ни голод, ничего, ни перестройки, ничего здесь не изменилось. На выезды отправляются врачебные или фельдшерские бригады. Сейчас их 74. Главврач станции рассказал, что на данный момент в Одессе некомплект врачей скорой помощи составляет аж 45%. Это при том, что одесская станция обслуживает весь город и часть области. Только за прошлый год было более 300 тысяч выездов скорой. Мы обслуживаем город Одесса, город Ильичевск и где-то в радиусе 30 километров от Одессы. Мы обслуживаем Фонтанка, Авангард, все, что от Ильичевска к нам, это все наше. Усатого и так далее, Нерубайск, это все наше. На сегодняшний день у нас 74 бригады, это на обслуживание миллион 200 населения где-то. Но в летнее время вы прекрасно знаете, что население удваивается, а то и утраивается. Сейчас в распоряжении станции 18 автомобилей класса С, оборудованных в соответствии с европейскими стандартами. Остальные машины – «Газели» и «Соболи», которые работают круглосуточно более 10 лет. Машина, данный аппарат, который мы видим, представляет из себя аппарат класса С, то есть это самая высокая аттестационная категория санитарного транспорта, которая на сегодняшний день существует в Евросоюзе. Абсолютно соответствует всем требованиям, позволяет обеспечить базовую поддержку любых жизненных функций организма в ходе транспортировки человека. Для всех желающих также провели мини-мастер-класс по оказанию первой помощи, в котором как на теории, так и на практике обучили азам искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Полина Корюк, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».